Всего 30 километров от Чимала и ты попадаешь в совершенно уникальное место. Мало того, что здесь шумит красавица Катунь и возвышаются величественные горы, так еще и находится музей под открытым небом, где собраны культуры всего Алтая. От и неолита до средневековья. За 9 лет Чимальской экспедиции археологов Алтайского госуниверситета на памятнике Чубурак-1 раскопано около 50 поминальных сооружений и курганов. Одному из-за захоронений без малого 5 тысяч лет. Вот самый древний курган на этом поле. В принципе, это самые ранние курганы на Алтае. Они сооружались населением так называемой афанасьевской культуры. Это эпоха и неолита, то есть медно-каменный век. И вот это самый первый курган. Они, смотрите, отличаются достаточно серьезно от других объектов. У них в центре нет камней. Отсутствие камней в центре кургана ученые связывают с правильным переходом человека в загробный мир. Была захоронена женщина в характерной позе с согнутыми ногами. У нее в головах лежал сосуд остродонный, покрытый орнаментом. И она была посыпана охрой. Это красный минерал. То есть абсолютно стандартный такой классический курган афанасьевской культуры. А это уже целый некрополь из 12 курганов. Погребены кочевники. Травмы на костях свидетельствуют о том, что несколько мужчин потерпели поражение в бою, рассказывают археологи. Ну вот здесь вот как раз во всех курганах была лошадь, причем особый такой погребальный обряд. То есть человек вытянут на спине лежал, был ориентирован на северо-запад, а в ногах у него вытянута находилась лошадь. Лошадь это скорее всего средство, ну скажем так, для переезда в загробный мир. То есть человек на лошади передвигался при жизни и, соответственно, должен дальше тоже не пешком идти. Рассказывать такие интересные факты нужно всем желающим, а не только журналистам, уверены ученые. Вот только делать это нужно не археологам, а гидам. Но чтобы археологический комплекс был туристически привлекательным, нужны вложения. Алтайский госуниверситет включен в программу «Приоритет 2030». И там у нас отдельный проект, который как раз посвящен развитию, точнее формированию и развитию археологического туризма на Алтае. И здесь очень хорошее для этого место, потому что, в принципе, посетив вот эту небольшую территорию, площадь этого памятника, мы можем рассказать любому интересующемуся об истории Алтая от Меднокаменного века, это 5000 лет назад, до эпохи Средневековья, до Тюркского времени. Что для этого нужно, чтобы наконец состоялся такой парк под открытым небом? Это очень долгая история, потому что здесь нужно, во-первых, создавать инфраструктуру, готовить людей, которые это будут все рассказывать, в общем, готовить объекты, мы продолжаем раскопки в том числе поэтому. Долгий процесс, но я думаю, что, в принципе, уже с этого года мы начнем постепенно первые шаги делать. В километре от будущего места притяжения туристов продолжаются раскопки. Участники экспедиции продолжают воссоздавать историю народов Алтая. Среди студентов есть опытные археологи. Я еще копал на Денисовой пещере, находился прямо в пещере в момент нахождения фигурки пещерного льва. Вот здесь из интересных там фишечка была на гальке, галька с рисунком. Что было нарисовано? Треугольнички. Древних захоронений в Чемальском районе множество, рассказывают археологи. Порой, гуляя по живописным просторам, фотографируясь на каком-нибудь красивом камне, мы даже не замечаем, сколько тысяч лет у нас под ногами. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.